Друзья, всем привет! 6 февраля, ночь, 4 часа 29 минут. И в 4.20 по нашему времени в Алании было землетрясение. И сразу хочу сказать, я за эти годы пережил здесь, наверное, несколько десятков землетрясений. Ощущаю я землетрясение только второй раз. Первый раз было как-то всё немножко проще. Видимо, меньше была сила. И сейчас вот лежу, смотрю видео, и у меня начинается... Многие просят описать, какие ощущения я попытаюсь, хотя это очень сложно. Я вот не знаю, с чем сравнить. Я уже думал, ощущения похожи, может, на какие-то экстремальные аттракционы, чем-то, но нет. В общем, начинает у меня такое, знаете, кровать сама. Она не ездит, не шатается, как бы она стоит на месте. Но я чувствую, у меня начинается такое, ну, примерно как головокружение, только это немножко по-другому. И начинает вот так вот, водит просто из стороны в сторону от головы. Такое впечатление, я думаю, уже с ума сошло. Потом начинаю думать, целый день сегодня идут дожди. Я вообще не выходил на улицу, как бы не дышал свежим воздухом. Думаю, наверное, что-то со мной не так. То есть я уже как бы испугался. Потом, секунд через 10, я начинаю понимать, что, ага, это, наверное, землетрясение. Но кровать, вот понимаете, что самое интересное, она не двигается. Она стоит на месте, но у меня в голове все идет вот кругом просто. И так продолжается секунд 20. Где-то потом поворачиваю голову. Висит у меня футболка на вешалке. Я смотрю, она так, хоп, и пошатывается. Встаю на ноги и понимаю, что стоя на ногах, я ощущаю его еще сильнее. Я нахожусь на втором этаже. Возможно, выше в здании оно было еще более ощутимо. Потом выхожу в кухню, качается, шатается плафон с лампой. Ну, ну как, не то, что страшно. Мне страшно было просто потому, что ощущения эти, они сами по себе страшноваты. То есть ты понимаешь, что с тобой что-то не так. Но представьте, ну как будто мозгу в голове вот все как-то вот влево-вправо, влево-вправо. То есть похоже на головокружение, только оно более сильное. И, ну, сложно описать словами. И мне кажется, в это время, вот пока происходило вот это вот все с моей головой, мне кажется, что давление скакануло, и скакануло довольно сильно. Вот, продолжалось это не больше где-то 20 секунд. Сейчас я пытаюсь найти информацию. Страны, которые затронула это Турция, Иран и Ирак. А по другим источникам, я не знаю, насколько это правда, проверять будем потом позже. Газиантеп, Турция, вроде бы там была выше 7 баллов. Я не знаю, дай бог, чтобы никто нигде не пострадал. Сколько оно баллов ощущалось в Алании, тоже это предварительно. Я, да, эти цифры, которые я назвал, я пока у них не разобрался, друзья. Но это реально было, ну, сильно. Сильно, потому что первый раз, когда я ощущал в прошлом году, кажется, землетрясение, там было не так. Там было какое-то вот пошатывание, такое впечатление, что кто-то сидит у меня под кроватью, и, ну, как, знаете, как спиной пытается встать, и кровать чуть пошатывается. Тут она не шаталась в том-то и дело. Вот это, наверное, самое страшное, что кровать стоит на месте, а я на ней, вернее, не я, я тоже не шатался. Но вот в голове у меня вот эти вот вещи, ну, страшновато, как бы. Ну, вот как мог, попытался, описал свои ощущения. Надеюсь, что произошло без разрушения человеческих жертв. Итак, ещё раз напоминаю, 4 часа 20 минут, 6 февраля, в Алании мы ощутили землетрясение. Завтра будем смотреть, какие районы ощутили, что происходило. Надеюсь, что всё будет хорошо. Продолжение следует...